На первый по-настоящему домашний матч текстильщика Валим в первенстве ФНЛ пришли почти 5000 болельщиков. Естественно, красно-черные были настроены решительно. Но и соперник им достался непростой. В самом начале матча был травмирован Кирилл Сараев, защитник Ивановцев. Затем красную карточку получил полузащитник Максим Батов. Уже к 15-й минуте счет на табло был 0-2 в пользу гостей. Но тренер красно-черных не терял веры в своих ребят. У меня было сегодня ощущение, что ребята сегодня покажут при такой поддержке, в любом случае покажут зубы, да, и в любом случае покажут характер. То есть то же самое я тоже сказал в перерыве. Ребята говорят, как бы ни сложилась эта игра, покажите просто, что у нас есть команда. Прежде всего у нас есть команда, есть коллектив, который готов решать поставленные перед ним задачи. И ребята показали. Сумели проявить характер, и после ошибки футболистов Луча, забивших автогол, началась совершенно другая игра. В итоге за несколько минут до конца встречи счет сравнялся 3-3. Напряжение держалось до последних минут. Решающий мяч забил Александр Радченко. Играя в меньшинстве, футболисты текстильщиков вырвали победу у гостей из Владивостока. Ребята, мне кажется, сделали сегодня просто невозможное. Ну и, конечно, первая игра дома. Трибуны гнали. Это эмоции, которые сегодня были. Ребята выплюснули. Игра была очень сложная для нас. Очень сложная. И поэтому, я думаю, сегодня победа – это, безусловно, заслуга ребят. Их характера. Ну и, конечно, тренерский штаб тоже делал все, что мог. Я благодарен своим помощникам, которые сегодня тоже были с нами. И на трибунах кто-то со мной там на тренерском мостике. Ну, все равно это в большинстве, конечно, сегодня это заслуга ребят. Они молодцы. Итоги домашнего матча позволили красно-черным избавиться от ярлыка у эксайдера лиги. Заработав два очка, ивановцы переместились с 20-го на 18-е место турнирной таблицы. Остается верить, что это начало белой флосы для текстильщика. Следующую игру клуб проведет 19 октября в Курске. Соперник – команда «Авангард». Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.